Здравствуйте! В эфире программа «Персональный акцент». Вот уже в 74 года отношение к событиям мая 1945 года является своего рода тестом на патриотизм, стойкость, зрелость, человеческую память, а также тестом на честность. О великой победе над фашизмом 1945 года сказанное написано много. Казалось бы, это самоизученный период истории, но даже по истечении 74 лет все еще открываются новые страницы. Происходит это благодаря титаническому труду исследователей, историков, писателей и просто энтузиастов. Буквально через несколько дней в рамках празднования 75-летия освобождения Молдовы от фашистской оккупации и 74-й годовщины Великой Отечественной Победы в Великой Отечественной войне в Национальной библиотеке состоится республиканская презентация книги-альбома «Герои Молдавской земли». И сегодня у нас в студии один из авторов этой работы, доктор философии и историк Борис Шаповалов. Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, проект «Герои Молдавской земли». Что легло в его основу, как он родился и как удалось реализовать? Вы знаете, вы затронули эту тему. Действительно, вроде бы 74 года со дня победы, а для нас это 75 лет освобождения. Молдовы от фашизма в этом году мы празднуем. И, казалось бы, действительно все должно быть известно. А получается, что нет. Получается, что, ну вот был какой-то период, 20 лет первый, да, но как бы только после войны никто не хотел берегите. Страна восстанавливалась, стояли другие цели. Были другие цели, были другие задачи. Потом у нас очень много белых пятен, скажем так, было, и о некоторых вопросах у нас молчали. Почему? Потому что мы вроде бы были бы друзьями по социалистическому, так сказать, лагерю, содружества, да, с теми же венграми, с румынами. А ведь они в годы Великой Отечественной войны конкретно воевали против нас, они уничтожали наше население, да. Ну, вот было понятие политкорректности, не поднимались эти вопросы, да. Вот мы говорим, ну не мы, весь мир сегодня говорит, есть такие понятия, как Холокост. Да, уничтожали евреев целенаправленно, но почему-то сегодня никто в мире не говорит о том, что Вторая мировая война и Великая Отечественная война, это было целенаправленное уничтожение, в первую очередь, славянского народа, русских, украинцев, белорусов. Одних русских было уничтожено 18 миллионов из 27. Я эту цифру просто говорю для того, чтобы люди правильно понимали, что тогда происходило. Было 2 миллиона советских людей пропали без вести. Что значит пропали без вести? Реально они погибли, конечно, но вот где погибли, как погибли, естественно, их не захоронили, или захоронили, это тоже большой вопрос. Вот смотрите, наши поисковики ежегодно там до сотни человек перезахоронили наших советских воинов, которые погибли здесь в Молдове. Некоторые говорят, ну, даже ерничают, вот так вот говорят, а вот смотрите, что они взяли там их, какую-то старую могилу, типа там раскопали, перезахоронили и все остальное. Ну, это же не правда, это ложь. Почему? Потому что не было никакой старой могилы, шел бой, бой закончился, в эту воронку побросали 10 погибших человек, да, присыпали землей, сверху поставили какую-нибудь там палку, тумбочку, крестик, да, на карте штабной обозначили, вот здесь захоронено 10 человек. Это что, захоронение? Это что, отдание воинских почестей, уважение? Это по христианскому обряду обычай сделано? Нет, конечно. Вот поэтому то, что сегодня люди делают, вот, поисковики, и в целом наш Национальный Координационный Комитет Победы, Союз Офицеров Республики, мы, конечно же, считаем, что это просто наш дом по отношению к тем людям, которые отдали свои жизни вот за то, что мы с вами сегодня сидим и разговариваем. И, казалось бы, вот такая тема, да, самая простая, да, герои Молдавской земли. Ну, вот я хочу, чтобы наши телезрители увидели вот этот небольшой, он такой, альбом, герои Молдавской земли. Здесь даны биографии всех героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы, которые, наших земляков, которые вот были удостоены этих наград и вот этих званий. Вот тоже, казалось бы, 75 лет после освобождения нашей республики прошло, да, берешь одну книгу, 18 героев Советского Союза, берешь второго уважаемого историка, да, у него 19, берешь третьего тоже уважаемого историка, у него 20, а у четвертого 21. Так сколько у нас героев все-таки, наших земляков? Да, вот такое расхождение от 18 до 21, но это же конкретные люди, почему эти считают так, а вторые так. Вот, кавалеров Ордена Славы у нас считалось на, вот по сегодняшний день, четыре воина, полных кавалера Ордена Славы. Ну вот они фактически за последний год, вот 44-й, 45-й воевали, они вот по эти три ордена солдатских заработали. Вот, но это три раза подвиг, да. Напомню зрителям, что три Ордена Славы, это равнозначные герои Советского Союза. Да, они приравниваются, вот даже на задней обложке, мы это вот показываем, да, вот посмотрите, пожалуйста, три Ордена Славы, они были первой, третьей, второй, первой степени, они приравнивались к званию Героя Советского Союза. И это была очень значимая такая награда, но она, образно говоря, была создана по прообразу знаменитого Геревского креста, да, в свое время это знаменитая российская награда была. Вручалась за подвиги. Да, да, за подвиги, опять-таки, четыре степени было, ну вот Орден Славы сделали три степени. И в этой книге, в этом альбомбе мы сделали последнюю специальную главу, она посвящена именно Ордену Славы, за что его вручали, вот его статус, его положение, да, вот конкретно, вот человек был ранен, не ушел с поля боя, продолжал участвовать, человек первый ворвался, допустим, в траншею, убил несколько врагов, подавил огневую точку противника, подбил гранатой танк, бронетранспортер. То есть Орден давался за какой-то вот конкретный вот такой вот боевой подвиг, не массовый, а личный, вот таким вот образом. И, конечно же... Каждый такой подвиг, мне кажется, надо оценивать количеством людей спасенных благодаря тому подвигу. Конечно, конечно же, и с этой стороны тоже. И вот, ну, когда мы обсуждали в Союзе офицеров, в Национально-Координационном комитете победа план мероприятий по празднованию 75-летия освобождения Молдовы от фашистской оккупации, ну, вот и возник вот этот вопрос, я его поднял, ну, и, как говорится, у нас всегда инициатива, она наказуемая, да, старая. Сам предложил, сам выполнял. Ну, сказали, ну, вот возьми и разберись. Ну, разбирался я, конечно, не сам, потому что это было бы неправильно, и вообще мы поставили этот вопрос по-другому. Ведь не просто, вот, допустим, историк один написал и сказал, что это вот так. Шаповалов одно написал, допустим, Сергей Назария другой, говорит, там, Виктор Степанюк третья написал. Или они все вместе собрались, вот они написали, это их коллективная точка зрения. Но это все хорошо с точки зрения науки, то, что мы, вот, историки в этом разбираемся. Но с точки зрения, наверное, официального подхода это не совсем правильно, поэтому должно быть какое-то официальное решение на уровне государства. Кто-то должен сказать, да, вот это наши герои, да, вот эти люди, которых вот открыли, нашли, вот мы их официально провозглашаем. За этим должно что-то последовать. И вот была создана вот такая вот группа, в нее вошли два профессиональных историка, два доктора наук, Виктор Гайчук, знаменитый наш бригадный генерал и председатель союза офицеров. Сегодня он уже депутат парламента Республики Молдова и я, так сказать, вот два историка. Вот, а остальные, Петрович Алексей Владимирович, это председатель Координационного совета Победа, это вот руководитель поисковиков всех наших молдавских. Самардак Вячеслав Андреевич, военный историк, тоже полковник, он руководитель музея войск, но карабинеров, вот проводит тоже большую патриотическую работу. Лупашко, Михаил Васильевич, писатель, журналист, тоже член нашего Национального королевственного комитета. Вот мы составили вот этот костяк и еще несколько человек работало, Эдуард Воина, Владислав Думанов, Василий Синьковский и некоторые другие, которых мы привлекали по каким-то отдельным задачам. И вот на сегодняшний момент, в результате работы нашей вот такой историко-поисковой группы, мы можем совершенно официально сказать, что мы, пересмотрев всю литературу, переработал те источники, которые на сегодняшний день нам доступны и есть, перепроверив всю имевшуюся информацию, мы можем сказать, у нас сегодня 19 героев Советского Союза, уроженцы Молдавской земли, сейчас я объясню, что такое Молдавская земля, да, и 7 полных кавалеров Ордена Славы. Причем, я, наверное, в какой-то степени могу сказать, что я счастлив тому, что я участвовал в этой работе. Почему? Потому что спустя 75 лет, после того, как стихли бои на нашей Молдавской земле, мы восстановили историческую справедливость и вернули памяти нашего народа трех полных кавалеров Ордена Славы, которых просто забыли, которые не были в официальном списке никогда. То есть, ну вот им, на родине у них что-то где-то есть, да, один из Слободзеи, один из Тирасполя, один цыганка Кантемировского района. Ну а в целом на общенациональном уровне нет. А когда начали разбираться, то вообще вот заехали на мемориал, да, воинской славы наш, вечность. Там есть, ну вот знаете, вот где штыки стоят, там вечный огонь, а противоположная сторона, там аллея героев. И там героем Советского Союза и кавалером Ордена Славы стоят такие мраморные мемориальные плиты, написана фамилия и инициалы. И там звезда героя изображена, или Орден Славы, ну и годы их жизни. Посчитали, подождите, а этих плит 18, а не 19. Начали разбираться, нет плиты, да еще кому? Герою Советского Союза, летчику Анатолию Соколову, русский, родился в 1913 году здесь у нас в Кишиневе. Погиб в 1942 году, был представлен званием героя Советского Союза, получил его уже посмертно. Чем он знаменит? А он знаменит тем, что это наш первый советский летчик, который 22 июня сбил первый немецкий самолет. Вот так вот, прямо над своим аэродромом. Наш Кишиневец отсюда. Ну вот он, герой Советского Союза, наш земляк, а плиты ему нет. Говорят, что вроде бы когда-то было, никто ничего не знает, никто не может ответить на этот вопрос. Вроде когда-то было, но вроде разбилось, и ее нет. Но это неправильно. Если у нас 19, значит их должно быть 19. Вот так, наверное, и прерывается связь времен. Знаете, где-то что-то намеренно или ненамеренно упускается, и в итоге теряется память о своем человеке, о своей судьбе, о целой эпохе. Конечно, Станислав. Ну и, конечно же, историческая справедливость должна восторжествовать. Вот эти три новых полных кавалера, ну как новых, скажем так, мы ставим вопрос, чтобы они были признаны, так сказать, официально, да, и чтобы вот этот список, он кем-то регулировался и так далее. Мы этот вопрос обсуждали на Национальном коррекционном комитете Победа, на исполкоме Союза офицеров и на комиссии по делам ветеранов вооруженных сил при президенте, которую тоже Виктор Владимирович Гайчук возглавляет. И вот там мы пришли к одному знаменателю, что вот это, наверное, те три самые большие общественные объединения, которые этими вопросами занимаются. И мы очень тесно сотрудничаем с президентом страны, и мы перед ним подняли этот вопрос. Он сказал, ребята, делайте, вносите предложение, что с моей стороны необходимо будет, я подключусь, помогу и так далее. И вот мы проводим 7 мая вот такое расширенное заседание комиссии при президенте, исполкома Союза офицеров и Национального коррекционного комитета Победа. Все вместе, ну, конечно, приглашаем многих историков наших ведущих, молдавских, общественных деятелей и так далее. Где-то более сотни человек будут участвовать в этом мероприятии, и мы проводим как бы официальное заседание, на котором мы принимаем вот это наше коллективное решение, что вот доказано, вот они факты, вот они документы, что это действительно наши, что они родились на молдавской земле, что они совершили эти подвиги, их наградные листы. И мы принимаем официальное решение, что мы их включаем в официальный список. Этот официальный список сегодня состоит из 19, вот здесь они все перечислены по каждому, плюс публикуются их биографии, 19 героев Советского Союза и 7 полных кавалеров Ордена Славы. Хотя, по большому счету, я могу сказать, что, а, извиняюсь, и мы просим, ходатайствуем перед президентом о том, чтобы он посодействовал, чтобы на мемориале вот эта справедливость восторжествовала. Во-первых, ну, памятная плита должна стоять героев Советского Союза, Соколову, это однозначно. Трем этим новым полным кавалерам Ордена Славы тоже должны быть установлены эти плиты. И есть некоторые неточности, я считаю, что вот когда реконструкция, по-моему, в 2003 или 2004 году проводилась этого мемориала, тогда не совсем правильно подошли во время реставрации мемориала к этим работам. Ну, вот смотрите, вот мы гордимся этим человеком, Петр Петрович Вершигора, Каменский район, герой Советского Союза, командир 1-й украинской партизанской дивизии, бывшая Кавпаковская дивизия, он ее возглавил после Сидора Кавпака, вот, знаменитая. И вот написано, Вершигора ПП, партизан. И все. Не, подождите, какой он партизан? Он генерал-майор, у него есть звание генерал-майор. Рядом написано сержант, ну, почему-то перевели на молдавский язык, пишут капрал. Но я думаю, что не совсем это верно и правильно, вот, брать те воинские звания и пытаться перевести их на нашу современную молдавскую армию. Тогда генерал-лейтенант в молдавской армии, это кто? У нас есть генерал-дебригады, да, вот Гайчук, бригадный генерал. Ну, это, образно говоря, одна звезда, генерал-майор. А что делать с генерал-лейтенантом, а что делать с генерал-полковником, с маршалом? А они у нас есть. Маршал Тимошенко, знаменитый Семен Константинович, наш земляк, он бессарабец, он родился, да, на юге Одесской области, но это была территория Бессарабии. Кстати, вот... Вы хотели расшифровать, что такое уроженцы земли молдавской. Да, что такое уроженцы. Понимаете, вот первый спор возник, а вот кого и как считать, да? Вот, и тут действительно, но если мы говорим о героях молдавской земли, мы не можем сегодня взять и только ограничиться это, ну, вот, границами современной республики Молдова. Это было бы неправильно, потому что вот за последние сто лет, допустим, там чуть-чуть больше, наша республика трижды меняла свои границы. И есть у нас молдаване, которые живут в Одесской области, да, и есть живут у нас украинцы на территории Республики Молдова. И когда-то эта часть Одесской области входила в состав Молдавской автономной социалистической республики. И если человек родился тогда, там, то мы вправе его считать уроженцем нашей молдавской земли, потому что это была Молдавская автономная республика. Если он родился на территории Бессарабии, как Семен Тимошенко, да, но это сегодня юг Одесской области, но тогда это была Бессарабская губерния, наша молдавская земля территориально. Соответственно, мы тоже его считаем нашим земляком, и мы вправе им гордиться. И вот когда мы с этим вот разобрались, то у нас, конечно же, вот появились, вот, допустим, тот же полный кавалер ордена Славы Тихоняк Василий Иванович, да, вот он украинец. Родился он в селе Цыганка Кантемировского района. А по всем документам, вот берешь его накрадные документы, три ордена, берешь его официальные документы, во-первых, он украинец. Призывался и Винницким военкоматом. Во всех документах указано место жительства его родственников, Винницкая область. Точка, никакого отношения к нам не имеет. Но это уже наша работа была перепроверить эти факты и доказать. Мы доказали, конечно же, доказали. Человек шесть боевых орденов за войну имеет. Не любой генерал-полковник в 1945 году имел пять или шесть орденов. А этот вот артиллерист, но артиллерист Тихоняк, старшина, шесть орденов, из них три ордена Славы. Или, допустим, вот вообще чисто, ну чисто казалось бы, вот ниоткуда. Потому что вот фамилия Белецкого Аркадия Ефимовича, да, вот из Тирасполя. В Тирасполе она известна. Но известна потому, что он жил в Тирасполе и они гордились. Вот у нас тут живет ветеран Великой Отечественной войны. Полный кавалер Ордена Славы. Ну и хорошо, его не было ни в одном молдавском списке, ни у одного молдавского автора. Я запросил все списки, допустим, наших поисковиков. Они мне дают список. Ну и говорю, да, Борис Андреевич, там уже все проверено, перепроверено. Берешь, опять-таки смотришь, родился. Где родился Белецкий Аркадий Ефимович? Бирзула. Село Бирзула. Нашим поисковикам это ничего не говорит и не объясняет. Но Бирзула и Бирзула. В Одесской области. Одесская область не наша. Подождите. Но это уже дело историков. Родился он в 1925 году в Бирзуле. Котовск-Украинский. А сегодня это Подольск. Это населенный пункт. Три раза поменял название. Но в 1925 году, с 12 октября 1924 года, по 28 июня 1940 года, это Молдавская автономная советская социалистическая республика. Он там родился. Он оттуда призывался. А вернулся он с фронта в Молдавскую советскую социалистическую республику в Тирасполь. Сто процентно наш ветеран Великой Отечественной войны, уроженец нашей молдавской земли. Конечно, мы его должны включить в список. И вот таких вот еще один добавился. Тоже Емелянов Петр Иванович из Слободзеи. Но здесь вообще история произошла такая. Очень интересная. Потому что вот когда вникаешь вот в эти судьбы, особенно мы очень много разбирались с национальным составом. Ну это, я не знаю, я могу очень долго сейчас это рассказывать. Да, ну понимаете, ну вот он русский, родился в Слободзеи. Был, ну тогда село это было еще, да. Был, отец его раскулачен. А они с братом остались, вступили в колхоз. Его призвали в армию. Он воевал в 41-м году. Казалось бы, в общем-то, обижен был советской властью. Да, так смотрите, что дальше произошло. Он воевал в 41-м году. Попал в плен. Бежал из плена. Пришел домой. Отсиделся. Пришла Красная Армия. Пошел сам в военкомат. Прошел проверку СМЕРШ. Попал в штрафной батальон. После штрафного батальона три ордена славы. Вот. Правда, вот она история, да. Но в 49-м году он умер. В Слободзе его помнят. Есть там на какой-то аллее, стоит ему маленький обелиск. А в нашей молдавской истории, в рамках страны, сегодня для многих спрашивают, а кто такой Емельянов Петр Иванович? Они не знают. Ну как то? Вот он, наш земляк. Полный кавалер ордена славы. Вот, видите, через 75 лет, казалось бы, все известно, ничего не известно. Потому что нужно навести порядок. Вот в этом деле, и я очень рад тому, что мы вот навели, во всяком случае, вот в этом вопросе. Ну, у нас теперь все понятно и ясно. Хотя, вопрос не закрыт. Почему? Потому что, потому что два вопроса у нас еще есть, открытые, мы по ним работаем. Ну, есть, да, если у нас получится, ну вот смотрите, Гросул Иван Тимофеевич, летчик-штурмовик, герой Советского Союза, да? Родился в Радиевке, сегодня это Николаевская область, это 40 километров от Дубосар-Григориополя. Там, вот, район Николаевской области, где несколько молдавских сел. Фамилия Гросул, о чем говорили? Ну, ясно, что у него молдавские корни. Но родился он на территории, все-таки, Украинской ССР, да? Вот, и украинец по национальности, но Гросул украинец. Ну, заказали мы там биографические поиски и так далее. Если нам удастся доказать, что его родители были молдаване, вот считайте, что у нас 20-й герой Советского Союза. Но это будущее. В продолжении этого хотел бы вот что сказать. Смотрите, ведь мы и знаем, сколько достаточно немалое количество населенных пунктов, которые появились на карте, допустим, той же России, обязаны своим рождением именно переселенцам из Бессарабии. Да. Я лично побывал в нескольких таких, вот село Молдовка под Сочи, есть село Веселое на границе с Абхазией, есть село... В Краснодарском крае есть, на Дальнем Востоке, по-моему, наши есть, да? Да, я знаю, сколько наших соотечественников, ну, в общем-то, работали в Тюмени, там тоже есть какие-то поселения, населенные пункты с компактным проживанием наших с вами соотечественников. И вот здесь как быть, ведь наверняка, вот село Молдовка, которое насчитывает, ну, знаете, полтора века, более чем даже полтора века. Наверняка ведь, я знаю, несколько фамилий людей, которые ушли на фронт именно из этого села, и будучи, в общем-то, коренными молдаванами, то есть они носили молдавские фамилии, были рождены выходцами из Бессарабии. Вы знаете, я считаю, что вот если он молдаванин по национальности, да, но родился за пределами, мы его должны считать своим, потому что он молдаванин. Тогда Маринецку почему они вписали? А, ну, вот все. Вся эта история, по большому счету, началась с Александра Ивановича Маринецка, знаменитого подводника номер один, личного врага Гитлера, как его называли и так далее. Ну, короче, Александр Иванович был подводником номер один по тоннажу потопленного немецкого флота. Вот, ну, трагическая судьба у этого человека, подводника, вот, несправедливо к нему тогда отнеслись, не дали ему героя Советского Союза. Вот, он был уже посмертно награжден в 1990 году, слава богу, хоть посмертно, и историческая справедливость восторжествовала. Но, опять-таки, вот смотрите, вот, опять-таки, все началось вот из-за Маринецка. Почему? Потому что в 2010 году вдруг в молдавской прессе, очень близкой тогда к партии коммунистов, появляется сенсация. Маринецка наш молдаван родился в Кагуле, и папа, вот, когда его бежал румыной из Румынии, он не румын, а молдаван, и вот в Кагуле он жил, и наш, вот, Александр Иванович Маринецка наш. В 2015 году это вообще расширяется все. Ну, мы, некоторые историки, те, кто себя считает объективными все-таки историками, друг на друга смотрим, ну, я вроде бы хорошо знаком с биографией Маринецка, да, папа у него действительно румын, мама украинка, Коваль. Вот, ну, как он мог стать молдаванином и родиться в Кагуле, ну, это ж надо было найти. Короче, Кагульский музей ничего не знает, никто ничего не знает. Подняли мы архивы Министерства обороны, где, собственно, наручно лейтенант Маринецка пишет свою автобиографию. Собственными глазами и видел, она уже оцифрована, опубликована, вот, папа румынско-поданный до 1924 года, точка, родился я в городе Одесса в 1913 году, точка, все. Ну, понятно, что его биография, такого человека с такой биографией проверялась не один раз компетентными органами, поэтому здесь сомневаться нельзя. Да, конечно, нам обидно, что знаменитый подводник Маринецка не наш уроженец нашей молдавской земли, но он герой все равно Советского Союза, он великий моряк, и мы, конечно же, им должны гордиться. Вот, но, вот смотрите, в ходе этой работы я связался с гагаузскими товарищами, и, допустим, вот Степан Степанович Булгар, да, есть в Камрате, он написал монографию и защитил диссертацию «Гагаузский народ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Вот тот вопрос, который вы задали, Станислав, что делать? Гагауз, герой Советского Союза, в 1945 году, во время событий, там, боевых действий на Дальнем Востоке с японцами, повторил подвиг Александра Матросова, закрыл грудью амбразуру японского ДОТа. Вот, был потом после войны, в 1965 году, если не ошибаюсь, посмертно тоже награжден. Но, он родился в Запорожской области, по всем документам проходит как болгарин, но вот гагаузские товарищи, они делали специальную экспедицию, ездили туда, встречались с родственниками, но вот его родная сестра пишет гагаузскими словами на кириллице. Ну, ясно, что она гагаузская, а не болгарка, да, но таких историй у них очень много. Ну, по большому счету, кто-то даже знал вот национальность Гагауз, да, ну, болгары, гагаузцы, что-то вообще-то болгар. Вот, и таких историй... Да, 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 и таких историй очень много, но его семья, вот он родился в Одесской области, да, вот рядом на границе с Гагаузей, село Табаки, и его семья в 1861 году, когда отменили крепостное право, они переехали в Запорожье. Ну, это гагаузы из Запорожья, там целое село, да, вот гагаузов, и он наш, но если бы вот он хотя бы вот родился на нашей территории, еще что-то, мы могли сказать, что это наш земляк, но наши братья гагаузы, я считаю, что в гагаузе Ри, люди, гагаузы должны гордиться этим человеком, я уверен, что, я считаю, что они должны у себя поставить памятник, потому что у гагаузов нет больше другой государственности, где бы они проживали компактно, я считаю, что это вполне справедливо, что вот Антону Ефимовичу Буюкли, гагаузу, нужно установить в Камраке памятник, да, потому что это гордость гагаузского народа, да, пусть он не имеет отношения к нам, пусть он не родился здесь и так далее, но тем не менее для гагаузов это какая-то ценность, на которой нужно воспитывать людей. Вы знаете, Станислав, вот я с нашими телезрителями, я хочу поделиться вот одним моментом, я вот хочу прямо обратиться, потому что мы, наверное, не должны молчать об этом, мы должны говорить, мы должны создавать общественное мнение. Вот наши, наши земляки, молдаване, 8 молдаван, 11 украинцев, 5 русских, 2 еврея, вот это гордость нашего молдавского народа, это герои молдавской земли, и я считаю, что им должны стоять памятники прямо в центре тех населенных пунктов, где они родились, потому что они гордость молдавского народа, там, где они учились, должны быть мемориальные доски, и мы наших детей должны воспитывать не на подвигах, извините, Октавиана Гога, с его непонятными взглядами, да, и какое он отношение имеет нам, а вот на подвиге тех людей, которые вот они родились здесь, на нашей земле, они защищали нашу землю от нацизма, половина из них получила вот эти все звания посмертно, ну не половина, где-то одна треть сто процентов, и мне, мне вот очень больно сегодня, вот в фейсбуке, там, сейчас, ну, мы выставляем эти посты, портреты, пишем их биографии и так далее, вот пишет Виктор Сарачан, наш посол республики Молдова в Белоруссии, я там выставил биографию и фотографию Иона Солтеса, наш посол пишет, говорит, а вот к 75-летию победы в Минске, в Белоруссии нашему Ивану Солтесу будет установлен бюст, я ему пишу, Виктор, а с какой стати, он во время боев за Белоруссию был в госпитале, был ранен, подвиг он совершил, сегодня это территория Польши, Верхняя Селезия, да, вот, сегодня это польская территория, вот, Виктор мне отвечает, Борис, Ивану Солтесу, Иону Солтесу, вот, улица в Минске называется его именем, сегодня в бывшем Советском Союзе, это единственный город, где герой Советского Союза, наш земляк Ион Солтес, вот, в честь него названа улица. То есть, там увыковечена память об этом человеке. Да, в Приднестрове там есть, в его населенном пункте, где он родился, да, есть и улица называется, и дом-музей его, вот, где он жил, этот дом превращен в музей, он, вот, ну, в Каменском районе, ну, подождите, у нас же была в Кишине улица Иона Солтеса, у нас же была улица Толбухина, Малиновского, Берзарина, которые нас освобождали, да, почему, вот, как мы допустили, что их переименовали? Я вообще считаю, что вот у нас, вот этот вот список, да, вот эти все люди, да, ну, вот Лебеденко, слава Богу, в Когульском районе хватило им ума, они не переименовали это село, старые или новые, Криганы, как оно называлось, да, ну, в 50-е годы они его назвали, село Лебеденко, в честь Никиты Федотовича, вот, кстати, тоже биография, он родился не на нашей земле, но они переехали в детстве туда, он там родился, он там вырос, закончил школу, оттуда ушел на гражданскую войну и так далее, и после уже Великой Отечественной войны, ну, все-таки наш знаменитый земляк, извините, генерал, лейтенант, командир 33-го гвардейского стрелкового корпуса, Берлин брал, вот, переименовали село Лебеденко, вот, люди гордятся, вот, я считаю, что мы вот так к этому должны подходить, а то, что вот наше либерально-демократическое сегодня вот это правительство, правление, я считаю, что это вообще безответственно, что неправильно вот так относиться к своим тем вот предкам, которыми мы должны гордиться, вот на их биографиях, на их жизнях делать вот это патриотическое воспитание. Без разницы сегодня социализм, коммунизм, капитализм, это идеологическая основа никакого сегодня отношения не имеет к тому, что совершили эти люди. Они освободили Европу от гитлеровского нацизма и европейского фашизма. Опять-таки, вещи нужно называть своими именами. Ну, мне кажется, сегодня как раз этот отрезок истории менее популярен и в учебниках, по которым мы воспитываем. Два часа, на вторую мировую. Да, менее популярен в эфире телеканалов, менее, вообще не популярен в печатных СМИ и в интернет. Зато какой артист, какой артисткой развелся и как они делят имущество. Ну, я вот что хочу сказать. Это стало возможным благодаря не просто попустительству, а целенаправленному, например, насаждению равнодушия именно к подвигам наших соотечественников. К своим историческим корням. К своим историческим корням. Потому что, например, каждый, кто изучал, допустим, историю нацистского движения в Германии, мог обратить внимание на то, что, в общем-то, поднималась вся эта коричневая хунта в обстановке полного, ну, такого, знаете, безразличия, что ли, равнодушия. Ну, вот ходят штурмовики себе там, кого-то пугают и там, ну, и пусть себе ходят. Но ведь очень хорошая фраза, не вспомню фамилию этого пастора, к сожалению, которая примерно звучит так, что вот когда пришли за коммунистами, я молчал. Я же не коммунист, когда пришли за профсоюзами, я тоже молчал. Я не член профсоюза, пришли за евреями, я молчал. Когда пришли за мной, некому было ничего. Это замечательные слова. Да, примерно. Вот эта фраза как раз и характеризует вот ту эпоху, которой сегодня нас хотят вернуть, мне кажется. Так нет, не хотят, нас вернули уже. То есть мы загнали. Да, загнали вот такое равнодушие. Ну, подумаешь, 75 лет назад что-то здесь происходило. Да, погибали люди. А за что? За что погибали? Вот за что? Никто особо не задумывается. За то, что мы сегодня живем. За то, что они боролись с нацизмом. За то, что они победили нацизм. Понимаете? Фашисты поработили всю Европу. Фашисты, 9 европейских государств официально объявили войну Советскому Союзу. И пусть они сегодня говорят все, что угодно про Патт Молотова, Риббентропа. Вот, кстати, в этом году еще 80 лет годовщина. Все, что угодно пусть говорят. Но они напали. А они перешли границу Советского Союза. Они начали бомбить наши города и уничтожать наших людей. Поэтому, когда мне говорят, что 9 мая давайте сделаем какой-то памятник, там, примирение, там, я не знаю, там, типа, я бычей. А с кем примирение? С тем, кто уничтожал нас в крематориях? Кто уничтожал наших предков в концлагерях? Расстреливал десятками тысяч? Тот, кто уничтожал... Ну, с кем примирение? А о чем примирение? С фашистами примирение? Вот сегодня я смотрю, братская, соседняя Украина, ну, бандеровцы, ну, вот они по-другому как-то на это смотрят. Ну, вы меня извините, они уничтожили 400 тысяч этих... 600 тысяч евреев, 400 тысяч советских военнопленных, они уничтожили 200 тысяч поляков. Ну, вот что, на вот это как-то закрыть, это была борьба за что? Да. Остается вопрос, а что же происходило, например, 2 мая 2014 года в Одессе? А, ну, да. Понимаете, ведь, смотрите, после этого события в украинцах, особенно исповедующих идеи права радикального толка, родился устойчивое понимание того, что сегодня, возможно, в Украине все. Все дозволено. Потому что все дозволено. Да, конечно. Да, и смерть 48 убитых, сожженных, стерзанных людей в Доме профсоюзов, она сошла, ведь, то есть, как бы, это никто даже не найден, никто не обозначен как виновник. А в это время, если посмотреть фотографии тех дней, сколько молодых людей наливали этот, так называемый, готовили этот коктейль Молотова, кто-то в это время вел стрим с мобильного телефона, кто-то за всем этим наблюдал, почему-то радовался. И вот это тоже, о чем вы говорите, о том, что мы в этой капсуле равнодушия порождаем монстра, который, в общем-то, нас и съедает. Нас и съедает. Да, конечно, мы об этом не должны молчать, мы об этом должны говорить. Мы должны говорить правду. Вот не надо ничего припудривать. Я об этом не говорю, что этот тест на правдивость, на честность. Конечно, вот смотрите, 22 июня 1941 года немецкая армия, две румынских армии и венгерский корпус перешли реку Прут. Это было фашистское вторжение, европейское, на территорию Советского Союза. Мы тогда были, можно спорить, но хорошо, плохо или кому-то нравится, не нравится. Дело не в этом. Мы были частью Советского Союза. И мы были частью антигитлеровской коалиции. Не частью, а ведущим вот этим вот звеном в борьбе с этим страшным зверем. Но с 23 августа 1944 года Румыния вышла из союза с фашистской Германией. Там победили другие здравомыслящие люди. Они повернули оружие против своих же бывших, вроде бы, товарищей, братьев, нацистов. Но они вошли как бы в антигитлеровскую коалицию. Было и это они дошли до Сталинграда, жгли и убивали. Было и другое. Было 28 тысяч бессарабцев призвано в румынскую армию. 14 тысяч из них перебежало в Красную армию, сложили оружие. А 14 тысяч остались в Румынской. Хотели перейти, но оставили их в Румынской. Сталин наложил резолюцию, сказал, что наши люди теперь нужны в румынской армии. Они теперь уже с нами. Они вернулись с фронта, никто к ним ничего. Ну, воевали и воевали на здоровье. И там воевали, и там воевали. Но никто не воюет с историей. Да, с историей. Но 391 тысяча наших земляков воевало в Красной армии. Из них 250 тысяч награждены орденами и медалями. Каждый второй. А по Советскому Союзу знаете сколько? Каждый пятый. У нас каждый четвертый доброволец. 80 тысяч добровольцев из 391 тысячи. А в Красной армии 4 миллиона из 35 миллионов одевших военную форму. Вот и считайте соотношение. За кого воевали наши молдаване? За какую власть? В какой армии? Цифры. Можно спорить со всем чем угодно. Но цифра, она и есть цифра. Я хочу сказать, что сегодня, конечно, наверное, среди молодых людей доминирует увлечение мыслями, идеями, которые рождаются по ту сторону океана. Так скажем, в том полушарии, то есть на том материке. И я хочу сказать вот что. В годы, так сказать, на пике, можно сказать, холодной войны в 1974 году в США был снят документальный фильм, который называется «Неизвестная война». 9 мая этого года мы этот фильм покажем. Покажем, чтобы сегодняшним современникам показать, как американцы увидели эту войну. И насколько, честно говоря, при просмотре, неоднократном просмотре этой ленты убеждаешься в объективности подхода. В том, насколько основывалось все на исторических точных деталях, исторически выверенных. И достаточно лаконично все расставленные акценты. Но это был как раз именно взгляд американцев на эту войну. И не зря они ее называли «Неизвестной войны». Они ее для себя снимали. Потому что для них, при том, что они участвовали в этом, открывали второй фронт, помогали материально советской армии. Но при этом для них эта война осталась неизвестной. И я думаю, что сегодня эта война во многом неизвестна и для новых поколений. Поэтому мы решили 9 мая показать эту ленту в эфире нашего телеканала. Следите за сеткой вещания, следите за временем. И вы сможете посмотреть, увидеть этот фильм и понять, как оценивали события тогда, столько лет спустя, те же американцы. Мне кажется, немного изменилось. Я говорю об историках, об ответственных людях. Немного изменилось в США. Можно? Минутку. Осталось буквально нескольких. Да, вот газета «Правда». Это 10 мая 1945 года. Копия газеты. Вот смотрите, вот она правда. Радиопослание Уинстона Черчилля, ну, премьер-министр Великобритании, Сталину. Я шлю вам сердечные приветствия по случаю блестящей победы, которую вы одержали, изгнав захватчика из вашей страны и разгромив нацистскую тиранию. Я твердо верю, что от дружбы и взаимопонимания между британскими и русскими народами зависит будущее человечества. Вот она правда, вот она правда, добытая в бою. А то, что сегодня нам пытаются рассказывать там сказки, это все сказки. И, Станислав, я думаю, что мы, наверное, будем правы с вами, Если мы сегодня скажем, что 9 мая мы вместе с вами и с нашими согражданами кишиневцами идем на мемориал «Вечность» в рамках нашего марша победы, в рамках бессмертного полка. И собираемся мы на центральной площади города Кишинева с 9 до 9.30 утра. И мы вас всех от имени Национального традиционного комитета победа приглашаем принять участие в нашем традиционном мероприятии, отдать дань памяти вот тем нашим предкам, которые добыли для нас сегодняшнее мирное небо. Ну, а наш вклад журналистов, мы это все покажем в эфире телеканала Акчин ТВ, как, собственно, и концерт, который состоится вечером 9 мая, торжественный салют в честь победителей. Борис, спасибо вам за эту беседу. Мы подняли тему. Надеюсь, эта тема будет жить в сердцах тех, кто хранит память об этих по-настоящему героических, трагических годах. И, возможно, зажжем искру, если не понимания, то интереса к тому, что происходило тогда, за что боролись наши предки. Спасибо вам за этот эфир. Будем всегда ждать вас в нашей студии. Спасибо, с большим удовольствием. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был доктор философии и историк Борис Шаповалов. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. «Персональный акцент»